Так, все, все замолкли. Ну, наши ребята, естественно, все знают Алексея Сергеевича для специально для студентов УКИ. Представляю, профессор Алексей Сергеевич Расторгуй, он же заведующий кафедрой экспериментальной астрономии, он же заведующий отделом изучения галактики и переменных звезд. Он же Гоша, он же, он же, он же, он же. Который реально сделал революцию галактической астрономии и не той. Запись уже идет? Да. Ну что ж, я всех приветствую, меня, надеюсь, хорошо слышно. Никто не спорит, что Гайя является одним из ведущих космических проектов первой половины 21 века, потому что его результаты, а полет длится уже 10 лет, еще будут актуальными, наверное, до конца 40-х, начала 50-х годов этого века. Так что у вас есть большие шансы дожить до эпохи, когда данные Гайя устареют, и надо будет придумывать что-то новое. Ну, в этих двух лекциях я постараюсь, во-первых, напомнить вам о том, что такое Гайя, что он измеряет, каким образом, каков объем данных, каково современное состояние этого проекта, каковы перспективы. Конечно, многие эти вещи вы слушали, будучи на втором курсе, я каждый год рассказываю второкурсникам, по крайней мере, об этом замечательном проекте, но наверняка будет не лишним напомнить вам основные, так сказать, моменты. Я точно знаю, что некоторые наши пятикурсники работали и работают с данными Гайя, но многие, наверное, этих данных еще и не нюхали, поэтому я начну с самого начала. Этот проект, конечно же, многоцелевой, но основной его задачей является прецизионная астрометрия. Астрометрия как точная наука, измеряющая положение звезд, их движение на небесной сфере и их расстояние. И поэтому самые большие ожидания от этого проекта были, конечно, связаны с построением такой вселенской универсальной шкалы расстояний, которая, как вы знаете, строится вроде лестницы, поднимаясь по которой вы опираетесь на более низкие ступени, в данном случае, в конкретном случае измерения расстояний, на те ступени, которые соответствуют меньшим масштабам расстояний. И вот эта лестница расстояний, как вы знаете, строится иерархически. Каждый более продвинутый метод, позволяющий измерять расстояние в большем диапазоне, опирается на все, что лежит ниже. И вот внизу у нас лежат тригонометрические параллаксы, которые сейчас в основном измеряются как раз с помощью вот этого замечательного космического аппарата. Большинство же остальных методов, они являются вторичными, потому что так или иначе они могут быть названы методами стандартных свечей. Когда мы измеряем расстояние до этих объектов путем сравнения потока, который мы от них получаем, грубо говоря, звездной величины, с той абсолютной величиной или с той сведимостью, которую мы из каких-то соображений приписываем этих объектов. Ну, среди этих методов есть методы, занимающие некоторые промежуточные положения, но в это вдаваться мы уже не будем. Но вот исходя из того, что тригонометрические параллаксы лежат в самой основе шкалы расстояний во Вселенной, которой пользуемся все мы, и те, кто работает над изучением нашей галактики, космологи. Поэтому вот то, что дает нам Гайя, имеет громадную ценность для науки. Понятное дело, что расстояния до звезд и галактик нам нужны для разных целей. В первую очередь, они позволяют нам детально изучать строение нашего Млечного Пути, детально изучать кинематику, динамику многочисленных звездных скоплений, близких и далёких галактик. Ну, а кроме того, конечно же, не зная расстояний, мы из, например, фотометрических измерений не сможем определить астрофизические параметры для звёзд. Так что астрофизикам этот проект также приносит большую пользу. Ну, и так методы определения расстояний делятся на прямые, геометрические, в первую очередь, тригонометрический параллакс, как самый простой метод, опирающийся только на элементарную геометрию, и все остальные методы, которые можно считать методами стандартной свечи. И ценность Гая как раз в том, что благодаря измеренным тригонометрическим параллаксам этих стандартных свечей мы можем получить калибровки светимостей, и в дальнейшем их использовать для определения больших расстояний, где тригонометрический параллакс нам уже ничего не даёт. Ну, вот уместно вспомнить, что за всё время космической эры в космос было запущено около 200 обсерваторий, работающих в разных диапазонах и предназначенных для совершенно разных целей. Это громадное количество обсерваторий, и, собственно говоря, благодаря запускам космических обсерваторий астрономия как наука стала всеволновой, а не только оптической и инфракрасной. Вот на этой картинке показаны действующие и до недавнего времени действующие интересные обсерватории, каждая из которых указана, в каком диапазоне она работает, это оптика, инфракрасный диапазон, радио, рентген, гамма-лучи. Здесь показаны и те спутники, которые наблюдают за Солнцем, это спутники серии СОХА, а также спутники, которые летают по орбите перед Землей и вслед за Землей, с помощью которых можно фактически получать стереоскопические изображения Солнца. Но я хочу остановиться вот на замечательном месте в окрестностях Земли, которое называется точкой Лагранжа-Л2. Это внешняя осевая точка Лагранжа, в которой движение объектов, будучи туда помещенных, оно может длиться, оно является устойчивым, объекты никуда оттуда не улетят, следуя в годичном вращении за Землей. Эта точка находится на расстоянии примерно полтора миллиона километров от Солнца, от Земли в антисолнечном направлении, и вот в настоящее время здесь крутится четыре великолепных современных обсерватории, первой из которых, запущенной в конце 2013 года, как раз и является то, что мы с вами сейчас обсуждаем, космическая спутника, обсерватория, миссия Гайя. Вслед за ней через пять лет туда был запущен рентгеновский телескоп, сдвоенный рентгеновский телескоп, это совместный российско-германский проект спектр рентген гамма и ерозита, это два телескопа идентичных, почти идентичных, но работающих в немножко разных рентгеновских полосах, что дает возможность фактически определять распределение энергии в спектре. В конце 2021 года туда был запущен самый крупный оптико-инфракрасный телескоп имени Джеймса Вебба с диаметром зеркал 6,5 метра, и у всех у вас, наверное, на слуху те новости, которые нам приходят о новых потрясающих открытиях этого прекрасного инструмента. Ну и, наконец, в середине 2023 года туда же был направлен телескоп Эвклид, довольно скромный, метр двадцать, для оптических и инфракрасных исследований различного рода источников в далеких галактиках. Ну вот, для тех, кто забыл, что такое тригонометрический параллакс, я привожу вот эту картинку. Земля движется вокруг Солнца по своей орбите, рядом с Землей летает вот наш спутник Гайя, и смотрит, и когда мы смотрим на какую-то звезду, то мы видим, что на фоне других, более далеких звезд наша звездочка изучаемая описывает небольшой эллипс. Он весьма скромный, потому что даже по размерам, потому что даже самые близкие звезды находятся очень далеко, и угол, под которым мы видим смещение нашей звездочки на фоне других, более далеких звезд, он существенно меньше одной угловой секунды. Ну, я всегда в подобных лекциях говорю, что угловое расстояние в одну секунду, в одну угловую секунду, это такое расстояние, с которого толщина листа бумаги видна, с которой толщина листа бумаги видна с 20 метров, то есть этот угол действительно маленький. Так вот, создатели и организаторы миссии Гайя нам обещают, что к концу миссии точность измерения вот таких вот малых углов возрастет до 10 микросекунд дуги. И если говорить о листе бумаги, то это лист бумаги, сребра, видимо, и с расстояния 2000 километров. Ну и надо сказать, что похоже, что такие ожидания небезосновательными. И вот основной задачей Гайя является измерение вот этих крошечных углов, которые показывают смещение на небесной сфере и непосредственно связаны с расстояниями до объектов вот с такой потрясающей точностью. Причём речь идёт не о единичных звёздах, а о сотнях миллионах и даже о двух паре примерно миллиардов звёзд. О том, каково состояние этого проекта, мы немножко поговорим дальше. Почему этот проект нам очень важен? Дело в том, что любая астрометрическая миссия, результаты любой астрометрической миссии со временем стареют. Задачей астрометрической миссии является создание системы координат, которую мы можем считать неподвижной. То есть она должна быть привязана к объектам, которые мы можем с большой степенью уверенности считать неподвижными на небесной сфере. В первую очередь это, конечно, такие объекты, как квазары, находящиеся вплоть до космологических расстояний от нас с вами. Ну а любая система координат, опирающаяся на обычные звёзды, она со временем разлаживается, потому что у звёзд есть собственные движения, проявление их пространственных скоростей в проекции на небесную сферу. И поскольку собственные движения звёзд измеряются с конечной точностью, то за десятки лет система координат, опирающаяся на обычные звёзды, она стареет. Похоже, что тоже ждёт и Гайя. Предыдущий проект – это спутник Гепаркос, который летал с 1989 по 1992 год и померил примерно 118 тысяч звёзд положения, собственные движения, тригонометрические параллаксы, задал систему отчёта, которая сейчас уже начала устаревать. Поэтому цель Гайя – это продолжение вот этой работы, результаты которой будут востребованы ещё на протяжении нескольких десятков лет. Но астрометристы, и не только астрометристы, смотрят вперёд. И уже сейчас рассматриваются проекты, которые будут реализованы в 40-х годах этого столетия. И предварительно вот этот проект, эта миссия называется Гайя-Нир, то есть Гайя для инфракрасного диапазона. Она продолжит то, что делает спутник сейчас, и уже в ту эпоху, когда данные Гайя будут разлаживаться и устаревать. На это уйдёт примерно 25-30 лет. Ну и так, проект Гайя начал разрабатываться 1980-х годов. И первоначальное название, оно звучало как «Глобальный астрометрический интерферометр для астрофизики». Понятное дело, что интерференционный метод измерения, он является для измерения малых смещений, малых углов, он является самым хорошим, самым надёжным. Но довольно быстро авторы вот этого проекта поняли, что реализация оптического интерферометра в космосе – это очень затратное дело, и не позволит измерять параллаксы, собственные движения, координаты большого количества звёзд. Поэтому было решено миссию сделать совершенно другой. Она стала, по сути дела, наследником миссии «Гепаркос», где измерения происходили путём сканирования неба. Но всё-таки, несмотря на то, что это не интерферометрия, название решили не менять. И оно сейчас звучит как «Гайя», тем более, что «Гея» – это Земля. Но принцип измерения, конечно, был сильно изменён. Заодно с астрометрией происходит измерение блеска звёзд в двух широких полосах и одной очень широкой полосе, которая, по сути дела, является измерением блеска, позволяет измерять блеск звёзд в белом свете. Плюс спектроскопия, которая позволяет получать химический состав звёзд и различные астрофизические параметры, включая лучевые скорости. Запущен спутник был 19 декабря 2013 года с экваториального космодрома Куру во французской Гвиане. И Россия к этому имеет самое прямое отношение, потому что запуск происходил с помощью корабля «Союз» с разгонным блоком «Фрегат», который в течение 14 минут после вывода обсерватории на круговую орбиту придал ей хорошее ускорение в направлении точки Лагранжа-Л2. И через примерно полгода спутник после самотестирования начал первые наблюдения. Выглядит Гайя, как вот такая вот шляпа, в тулье которой как раз и заключена вся её ценность, то есть там все наблюдательные возможности. Если эту шляпу снять, то там обнаружится много чего интересного. И солнечные панели, и двигатель, который практически не используется. Предполагалось, что он будет корректировать орбиту, если это надо. Силовой модуль, служебный модуль, компьютер. И главная часть – это вот научный модуль, который прикрыт вот этой шляпой с полями, защищающими оптику и всё остальное от прямых лучей Солнца. Вот сердцем Гайя является такой вот оптический тракт. Это примерно 3,5 метровый в диаметре тор из карбида кремния, на котором всё и закреплено. Как и в миссии Гепаркос, в Гайя при сканировании участвуют два зеркала размером примерно 45 на 150 сантиметров и разнесённые под углом, взаимным углом, 106,5 градусов. И они посылают свет на общую фокальную плоскость. При этом, как мы с вами понимаем, смешиваются на этой фокальной плоскости два изображения далеко разнесённых участков неба. Вот этот революционный принцип был впервые реализован спутником Гепаркос. Это так называемая парадигма астрометрии широкого поля. И что она позволяет в первую очередь делать? Она позволяет увязывать координаты и прочие астрометрические параметры объектов, расположенных далеко на небесной сфере. И тем самым создать общую систему отсчёта, привязанную на некоторые реперные объекты, которыми, естественно, считать квазары. Ну вот, и вы, наверное, помните, что в эпоху Гепаркос в качестве объектов, задающих реперную систему координат по всему небу, использовано 240 квазаров. 42 тысяч квадратных градусов и всего 240 квазаров. В случае Гая число квазаров, на которые сейчас опираются измерения, относительно которых измеряют положение собственных движений параллаксов звёзд, то есть изменение координат звёзд, это уже почти 1,6 миллиона квазаров. Если поделить на 42 тысячи квадратных градусов, получится около 38-40 квазаров на 1 квадратный градус. И вот это, в частности, позволяет уточнять координаты объектов, зная, что на небе рядом с любым из интересующих нас объектов всегда найдётся достаточное количество квазаров, как объектов, по сути дела, неподвижных. Фокусное расстояние зеркал довольно большое, 35 метров, и для того, чтобы уместить оптический тракт вот в такой довольно малый объём, разумеется, нужны дополнительные зеркала. И вот таких насчитывается ровным счётом 5 штук. Как происходит наблюдение? Наблюдение происходит путём сканирования, которое раскладывается, по сути дела, на три компонента. Первое – это вращение вокруг оси спутника с периодом примерно 6 часов. Второе – это прецессия оси спутника вокруг направления на Солнце, точнее, на антисолнце, под углом 45 градусов. Это период за этого сканирования 63 дня. Ну и кроме того, поскольку аппарат находится в точке Лагранжель-2, он в течение года огибает Солнце. И вот в результате такого сложного сканирования в среднем за один период прецессии как минимум проходит два транзита звёзд через фокальную плоскость. Вот на этой картинке показано, что за один оборот вокруг оси, за 6 часов, большой круг сканирования смещается примерно на 1,4 градуса. И, постоянно смещаясь, зеркала этой обсерватории заметают определённую площадь небесной сферы. Вот так вот примерно за 4 дня происходит сканирование. Орбита в точке Лагранжель-2 устойчивая. Поначалу предполагалось, что спутник будет колебаться относительно точки Лагранжа примерно на плюс-минус 100 тысяч километров вокруг относительно каждого направления XYZ. Вот они здесь показаны. Но, да, и вот этот красный кружок – это запретная зона, куда спутник не должен был заходить, потому что легко сообразить, что из точки Лагранжа, точно точки Лагранжа, мы всегда будем видеть затмение Солнца с Землёй. Вот такая вот интересная вещь. С Земли Луна затмевает Солнце, а из точки Лагранжа Земля. Угловые размеры примерно одинаковы. Но, естественно, для питания аппарата нужна энергия, и поэтому считалось, что аппарат будет корректировать своё движение для того, чтобы не попадать в эту область. Но потом решили от этого отказаться. Дело в том, что область устойчивого движения в районе точки Лагранжа достигает 500 тысяч километров. То есть это далеко не точка, а очень обширная область неба. И чем меньше коррекции орбиты аппарата, тем лучше. Потому что коррекция означает ускорение аппарата в каком-то направлении. А ускорение может привести к сбою, сбору информации. И вот в результате выбрали орбиту, которая колеблется, ну, как фигура Лиссажу вокруг вот этой точки Лагранжа примерно на плюс-минус 300 тысяч километров. Почему вот это хорошо? То, что не приходится подправлять орбиту спутника. Он следует по своей собственной орбите. А потому что знание точного положения аппарата в пространстве и скорости очень важно для редукции прецизионных астрометрических наблюдений. Вот получается сейчас так, что знать положение нужно с точностью до 100 метров, а скорость с точностью лучше 1 миллиметра в секунду. Вдумайтесь, это насколько точно нам надо знать, как двигался аппарат. Почему это важно? Я могу просто напомнить вам историю с Гепаркесом, когда спустя 10 лет после публикации первого каталога, а первый каталог был опубликован в 1997 году, через 10 лет один из руководителей обрабочных групп, Флор Ван Льюин, выпустил каталог, который уже учитывал реальные движения самого спутника. И в результате новой редукции, когда мы знаем точно скорости объекта и его положение в пространстве, то есть орбиту вокруг Земли, удалось точность увеличить, точность астрометрических данных увеличить примерно в два раза. Поэтому, конечно, изначально в Гае была заложена идеология редукцией, исходя из знания скорости положения объекта с очень высокой точностью. Фокальная плоскость Гае включает в себя 106 ПЗС-матриц, достаточно крупных, размером 6 на 4,7 сантиметра, и пикселов вот столько, 1966 по вертикали и 4500 по горизонтали. Размер пиксела не квадратный, он немного вытянут примерно в три раза вдоль направления сканирования. Звезда проходит весь этот массив ПЗС-матриц примерно за одну минуту. А сам массив делится на несколько частей. Во-первых, есть два ряда ПЗС-матриц, на которых звезда отождествляется, то есть компьютер заранее уже обучен тому, чтобы знать, что в данный момент проходит по этому массиву. Дальше идет самый главный массив, астрометрический массив матриц. При прохождении звезды по этому массиву измеряется блеск звезд в белом свете. Это так называемая полоса G системы Гая. Наконец, две полосочки, где с помощью призменного спектрографа низкого разрешения измеряется цвет синей области и в красной области. И, наконец, есть массив, где получается спектр среднего разрешения. Поле зрения этой матрицы – это 1 градус, а размеры довольно большие – 104 на 43 сантиметра. То есть это очень приличный массив. Кроме вот этих полей, имеются еще и ПЗС-матрицы, имеющие такое вспомогательное назначение. Они нужны для мониторинга состояния фокальной плоскости и зеркал. Это, во-первых, датчик волнового фронта, вот две ПЗС-матрицы здесь и здесь, который следит за фокусировкой системы и за состоянием фокальной плоскости. Монитор базового угла. Вот этот угол, 106,5 градусов, под которым разнесены два крупных основных зеркала, нужно соблюдать с точностью по крайней мере одну микросекунду дуги. Поэтому, может быть, не все вы знаете, что примерно четверть всех данных со спутника приходит с системой, которая занимается мониторингом базового угла. Именно соблюдая с такой точностью угол между зеркалами, можно получить желаемую точность параллаксов собственных движений порядка 10 микросекунд на конец миссии. Регистрация данных происходит в режиме ВЗН, как и по-русски, временная задержка с накоплением, когда у вас контроллер следит за движением заряда по ПЗС-матрице во время сканирования, или по-ангельски это TDI, Time Delay Integration. Все системы со сканированием исповедуют вот такой вот режим работы. Ну, стабильность массива ПЗС-матриц, как вы видите, требуется на уровне одного нанометра, поэтому спутник обладает своей метрологической службой, о которой я тоже скажу. Ну, теперь давайте поговорим о том, для чего нужны вот эти два зеркала. Я уже сказал, что, во-первых, конечно, для взаимного согласования объектов в разных частях небесной сферы все увязывается в единую систему. Астрометрия узкого поля классическая, она такой вещи не позволяет. Во-вторых, нам желательно, чтобы за минимальное время максимальное число раз наблюдалась каждая звезда. то есть нужно обеспечить режим достаточно плотного покрытия неба. Ну и, наконец, очень важно, что при таком угле между зеркалами у вас в разную на фокальную плоскость приходят звезды, у которых фазы параллактического смещения противоположны. Следовательно, можно параллакса их измерять с большей точностью. Ну, выбор 106,5 градусов он какой? Этот угол между ними не должен быть кратным, рациональным отношением от 360 градусов. Ну, вот если учесть все вот эти три фактора, то, как оказывается, 106,5 градусов один из немногих оптимальных наборов. Для... Об этом можно почитать в исходной документации. Ну, фокус 35-метровый, поэтому используется еще еще пять зеркал для того, чтобы изломать свет, лучи света, которые падают на эти зеркала, чтобы они попали в фокальную плоскость. Большую роль здесь играет зеркало М2, с помощью которого как раз ведется контроль зафокусировкой и компенсацией искажений волнового фронта. Вот на спутнике есть своя метрологическая служба. во-первых, производится мониторинг базов угла, причем каждые пять минут с точностью примерно 0,5 микросекунды система следит за углом между зеркалами. Понятное дело, что это очень существенный элемент для того, чтобы создать единую систему координат по всему небу и эти данные сразу же передаются на землю. Мониторинг проводится путем лазерный мониторинг. Есть две системы лазеров, создающие когерентный свет, который падает на одно и на другое зеркало. Затем на ПЗС-матрицах, которые как раз отвечают за мониторинг базового угла от каждого зеркал, создается интерференционная картина. Если угол не меняется, интерференционная картина будет постоянной. При любом изменении ориентации зеркал у вас эта картина размазывается. И вот поскольку это очень важная информация для редукции всех данных, то эта процедура ведется в постоянном режиме. Для желающих можете прочесть вот эту основную статью, которая это все описывает. Кроме того, зеркало М2 может двигаться с пятью степенями свободы, то есть оно колеблется, туда-сюда движется, и с помощью сенсора типа датчика Шека Гартмана, который обычно используется для адаптивной оптики, для контроля оптических поверхностей, у вас производится коррекция положения зеркала до того, чтобы фокусировка не менялась. Ну, принцип действия Шака, датчика Шака Гартмана вы все, наверное, хорошо знаете. если у вас на приемник приходит волновый фронт с искажениями, скажем, дефокусировка или отклонение от отклонения фронта от прямого падения, то с помощью массива микролинз вы получаете Гартманограмму такую и сравниваете с тем, что должно быть, если бы волновый фронт не был искажен. Вот эта вот картинка, она применима ко всем приемникам излучения, которые работают на принципе датчиках Шака Гартмана, а в Гайе применяется вот такая вот монограмма, состоящая из 33 равноотстоящих расположенных источников, которыми сравнивается соответственно реальный поступающий сигнал. И зеркало по 5 степеням свободы движется и компенсирует вот эти вот вещи. Поскольку зеркала у нас прямоугольные, то можно себе представить, какой ужасный вид будет иметь функция рассеяния точки. Для круглых зеркал это, естественно, нечто, имеющее круговую симметрию, а для прямоугольных зеркал это вот такая вот лямбда. Здесь показаны размеры по вертикали, то есть поперек сканирования и по горизонтали вдоль сканирования. Вот такой типичный PSF. Теоретическое разрешение зеркал максимальное это 0,33 секунды дуги. Это, по сути дела, 3 пиксела. Каждый пиксел имеет размеры 10 на 30 микрон. 10 микрон поперек сканирования, 30 вдоль сканирования. Это соответствует вот таким угловым масштабам 60 примерно на 180 миллисекунд дуги. Ну и при разрешении теоретическом 0,33 туда помещается вот таких вот PSF штуки 3. Ну, есть разные интересные вещи, которые используются для увеличения статистики сигналов, например, поперечный биннинг. Описание функции рассеяния точки или функции рассеяния линии оно очень сложное. Строго говоря, используют целый ряд базисных функций, больше 20, а каждая с 75 параметрами. Для чего это важно? А важно это вот по какой причине. Астрометристы знают, что для редукции астрометрических измерений вам желательно знать и цвет, и блеск объекта. Потому что любая система, даже зеркальная, тем более многозеркальная, обладает определенным хроматизмом. А хроматизм сильно мешает прецедионной астрометрии. И вот функцию рассеяния точки, она зависит от эффективной длины волны, то есть, грубо говоря, от цвета объекта. И это все надо знать заранее. Вот путем моделирования ФРТ, ПСФ, функции рассеяния точки и функции рассеяния линии. Были найдены оптимальные разложения в виде сплайн интерполяции вот таких вот сложных вещей. изменить что-что изображение звезд. Ну, во-первых, размер PSF, размер PSF, он меньше, чем пиксел. То есть, у вас, конечно, это все размывается. Это все, конечно, учитывается. Тем более, используется биннинг для того, чтобы вот, скажем так, краями вот этой ФРТ у вас края не обрезались на пикселах. Ну, да. Так, теперь измерение блеска. Значит, как я уже сказал, проходя по астрометрическому массиву, изменяется блеск в белом свете. Вот такая вот кривая чувствительности, полоса G, очень широкая, от 330 нанометров до 1050 нанометров, вплоть до ближнего инфракраса. Вот. И две призмочки, которые измеряют блеск тоже в широких полосах 330, 670, 630, примерно 1050. Вот они по чуть-чуть пересекаются, вот эта вот синяя полосочка в синем цвете и красная полосочка в красном цвете. Пересекаются они примерно там, где линия альфа у, так сказать, нормальных звезд. По сути дела, измерение блеска сводится к призменной спитероскопии довольно низкого разрешения, от 30 примерно до 100. А вот на этой врезке показано, какой поток по длинам волн регистрируется для звезд разных температур. Ну, естественно, для звезд с низкими температурами у вас основной вклад в блеск будет в красной полосе. А для звезд голубых, звезд горячих основной вклад будет в синей полосе. То есть, по сути дела, вот такая простая реализация спектроскопии дает вам возможность оценить цвет, оценить спектральный класс. И тем более, что это, по сути дела, призменная спектроскопия. Широкие линии она тоже может отслеживать. Гайя оснащен спектрографом, который называется РВС, Radial Velocity спектрограф. Это спектрограф с разрешением, средним разрешением 11500, но с таким разрешением он позволяет довольно эффективно работать. Надо сказать, что для измерения спектров, для получения спектров выбран очень узкий диапазон 847-874 нанометра. Для чего? Потому что в этом диапазоне довольно мало линий и обработка на борту спутника в общем-то будет гораздо проще. Но при этом там есть три мощных линии однократно ионизованного кальция, уже по которым можно, скажем, оценить такую вещь, как лучевую скорость. Предназначен спектрограф, он спектрограф не призвенный, с матрицей для измерения лучевых скоростей, ну и кроме того, естественно, эффективные температуры, химический состав и логарифм G, поскольку ширина спектральных линий чувствительна к классу светимости. Решетка дифракционная устроена очень хитрым образом. Это пластинка из плавленного кварца, на которой проделаны вот такие линии. Вот это, как она выглядит под электронным микроскопом. Шаг между линиями 3,31 микрона, это 300 штрихов на миллиметр и размеры дифракционной решетки довольно-таки большие. Вот такой сложный профиль дифракционной решетки сделан для того, чтобы пропускание ее было высоким. В результате удалось добиться эффективности вот этого спектрографа в 80%, что очень много, и позволяет измерять достаточно слабые звезды. Самая большая трудность спектральных измерений Гайя состоит в чем. Как правило, при однократном прохождении звезды через массив ПЗС-матриц, соответственных за спектроскопию, дает отдельные кванты или отдельные импульсы, единичные импульсы в каждом пикселе. И поэтому в свое время была дилемма, как быть со спектроскопией. То ли на компьютере, который установлен в Гайе, постоянно запоминать то, что происходит для каждой звезды, то ли это все передавать на Землю. Вот решили передавать на Землю, а не копить это дело на спутнике. Именно по этой причине примерно 32-35% всего объема данных, которые приходят на Землю, идет именно со спектрального модуля. Ну вот он примерно так выглядит у спектрального модуля, отдельный массив ПЗС-матриц, где все и происходит. Вот примеры спектров. Что мы здесь видим? Вот видим триплет кальция. Тут есть Пашеновская серия водорода. Сам спектральный диапазон очень маленький, но достаточное количество линий для того, чтобы, например, измерить лучевые скорости звезд, не слишком горячих, конечно же. Вот. Надо сказать, что такая реализация спектрального прибора стала возможна благодаря тому, что вот этот спектральный диапазон был успешно протестирован на проекте RAVE или RAVE Radial Velocity Experiment в Австралии на сравнительно скромном 120-сантиметровом телескопе. Как вы знаете, получены спектры больше полумиллиона звезд. И показано, что это позволяет определять и лучевые скорости, и эффективные температуры, и логарифм G, и химический состав объектов. У многих звезд в этом диапазоне видны диффузные межзвездные линии. Вы знаете, что эти межзвездные линии диффузные, они позволяют независимо оценивать расстояние до звезд. Так что нет худа без добра. Ну, почему вот с помощью этих спектров можно определять разные астрофизические параметры? Мы все прекрасно знаем, что чем меньше эффективная температура, тем глубже линии, тем больше интенсивность спектральных линий поглощения. Чем меньше тяжелых элементов, тем меньше эффективная эквивалентная ширина спектральных линий, то есть величина, которая пропорциональна площади между непрерывным спектром и профилем линий. Ну и наконец уширение линий за счет электронного давления нам говорит что-то о классе светимости звезды. И вот все эти три фактора позволяют активно использовать даже такой спектрограф в сравнительно небольшом спектральном диапазоне для изучения большого числа звезд. Но поскольку массив ПЗС-матриц меньше, чем скажем так, по высоте меньше, чем астрометрический массив, то далеко не все звезды проходят через этот спектрограф. По крайней мере, частота прохождения это будет не такой большой. Ну, тут две картинки, которые вот это вот все зависимость вида спектральных линий от класса светимости, от эффективной температуры точнее, от металличности. Все это здесь показано. Все мы это хорошо знаем из астрофизики. Ну, обработкой данных занимается специальный консорциум, который называется ДПАК. отделение которого находится в целом ряде стран, информация со спутника передается на приемные станции, расположенные на всех континентах и оперативно обрабатывается. Вот сейчас уже прошло 10 лет работы. Надо сказать, что первоначально ГАИ был рассчитан на 5 лет, всего лишь на 5 лет. То есть в 20-м году считалось прекратить работу. он работает. И вот за 10 лет будет собрано больше 200 терабайт информации, не сжатой информации. И, как я уже говорил, треть примерно всей информации идет от спектрального прибора, потому что все это хранится и обрабатывается именно на земле, а не там. Вопрос, насколько эффективно можно передавать с большой скоростью информацию на землю. уже первые расчеты, сейчас уже подтвержденные показали, что скорости порядка от 1,5 до 3 мегабит в секунду достаточны для того, чтобы в сжатом виде, примерно втрое сжатом виде, 8 часов в сутки передавать эту информацию на землю на гигагерцовой частоте. В сутки в несжатом виде, соответственно, это эквивалентно 50-60 гигабайтам информации, которые получаются на ГАЯ каждый день, каждый божий день. Анализом и обработкой данных занимается вот такой вот центр, который называется ГАЯ Data Processing это анализы с консорциумом, Депак. Поскольку это европейский проект, то в основном в нем задействованы европейские страны. Ну и, правда, участвуют кое-какие другие. Алжир, Бразилия, Чили, Китай, Израиль, американцы. Но в основном рулит Европа. Схема вот этого центра обработки данных она вот примерно такая. Существует целый ряд координационных консорциумов по каждой, по каждой из тематик, но есть общее руководство, причем есть менеджеры, а есть ученые, которые определяют политику проекта и зачем он, собственно говоря, нужен. Вот члены, руководители этого проекта, менеджеры, вот они здесь все написаны, не буду на этом останавливаться, а вот это вот список ученых, которые отвечают за науку. в их числе Сергей Клеонер, который в свое время закончил астрономическое отделение Санкт-Петербургского университета и успешно работает во всех астрометрических проектах. И он отвечает, кстати, за создание единой системы координат ГАИ ЦРФ-3 по всему небу, основанной на наблюдении квазаров. Ну, самое главное цель, конечно, ГАИ, это получение астрометрической информации. И здесь надо сказать, что ничего не выдумано лучше, чем пятипараметрическое решение для астрометрии, которое практикуется и в рамках парадигмы узкого поля, наземные наблюдения, и в рамках парадигмы широкого поля. Когда изменение координат, ну, в данном случае я здесь нарисовал экваториальный координаты дельта-альфа и дельта-дельта, записывается вот в таком простом виде, куда включены текущие координаты и координаты на эпоху наблюдений, на какую-то принятую эпоху наблюдений. Вот. Далее паралактическое смещение, параллакс-пи, а это две фазы паралактического угла, которые заранее можно вычислить. мы ведь знаем, как происходит движение по паралактическим лицам, надо знать эклиптическую долготу, эклиптическую долготу солнца, некоторые вспомогательные углы и время. Поэтому эти параметры рассчитываются. И два компонента собственных движений параллельны, пропорционально, и члены собственных движений пропорционально времени. А здесь некие невязки, которые рассчитываются 5 параметров α0, δ0, параллакс, μ, α, μ, δ, 5 параметров, определяющих смещение звезды на небесной сфере. Стандартная 5-параметрическая модель. параллактические формулы, факторы для, точнее, формулы для параллактических факторов, они рассчитываются и решается вот такая задача. любым методом типа наименьших квадратов, методом максимального правдоподобия, что для наземных наблюдений, что в гепаркос, что в гае-5, 5-параметрическое решение. Ну, теперь насчет плотных полей, я должен сказать. Размер пиксела 10 на 30 микрона, и легко сообразить, что при этом вот одновременно на матрице, на массиве матриц, можно разрешить примерно 750 тысяч объектов. Это чуть больше одного квадратного градуса. Ну, и практика показывает, что все алгоритмы работы хорошо справляются с таким количеством объектов. Надо сказать, что для отождествления объектов, я показывал, там два ряда позволяют отделить один объект от другого и решить, что вот да, в данный момент мы наблюдаем звездочку типа ХД, такую-то, такую-то. Вот, это все основано на машинном самообучении и распознавании объектов с помощью искусственного интеллекта, и эта часть обучения, она проходила примерно в первые полгода работы Гайя на орбите. Но в галактике есть поля, где на один квадратный градус приходится куда больше объектов. В частности, это области Балджа, диско галактики, это Большой Магеллан и Малое Магелланово облака, это галактика Месье 31, и там на матрице иногда попадают миллионы объектов, что приводит к перегрузке перегрузки данных, и естественно там возникают разные неприятные эффекты. Вот на этой картинке показан Млечный путь, каким его видит Гайя, и цветом показано количество объектов квадратного на матрице, на массиве матриц, достигающей 5-6 миллионов в центральных областях. И это, конечно, ведет к ошибкам определения параметров, и некоторые из этих ошибок очень-очень интересны. Дальше вы увидите. На матрице видны одновременно треки нескольких миллионов звезд, и алгоритмы обработки уже должны что-то отбрасывать, например, слабые объекты. Благодаря сканированию со временем спутник покрывает наблюдениями все небо, но, естественно, неравномерно. Вот за 5 лет наблюдений, которые, по-видимому, результаты которых будут опубликованы в 4-м релизе каталога, который, по-видимому, выйдет в 25-м году, в экваториальной системе координат показаны вот здесь. Значит, это небесный экватор, а вот эти вот причудливые такие змейки, соответствующие наибольшему количеству транзитов, наибольшему количеству наблюдений, это, очевидно, области соответствующие плюс-минус 45 градусам эклиптической широты, потому что схема сканирования такая, что спутник, ось вращения спутника прецессирует вокруг направления на Солнце антисолнце под углом 45 градусов. Этот угол тоже выбран из соображений максимального покрытия, это раз, во-вторых, для того, чтобы аппаратура не засвечивалась, при большем угле раствора этого конуса была бы засветка аппаратуры. Ну и вот мы видим, что число транзитов за 5 лет оно будет разным, а транзит это единичное прохождение одной звезды, то есть от нескольких десятков до почти двух сотен. Такая же картинка, если ее за 10 лет наблюдения надо было написать, 1820 дней наблюдения, то, что уже сейчас имеется, но еще не обработано, она вот такая. Уже количество транзитов максимальное 280, а в среднем где-то 140 транзитов. Этого достаточно много для определения всех параметров. В эклиптических координатах это выглядит вот так, вот эти две полосочки как раз плюс-минус 45 градусов. Значит, опубликованные результаты. Сейчас у нас с вами в распоряжении имеются результаты обработки данных, полученных в первые 34 месяца наблюдения. Это примерно 40 транзитов. Они опубликованы были в начале в предварительном третьем релизе в 2020 году, ну и в окончательном третьем релизе DR3 в середине 2022 года. Мы с нетерпением ждем того, что появится в 2025 году, четвертый релиз 60 месяцев наблюдений, а прошло уже почти 100 месяцев наблюдений, 70 транзитов в среднем. Ну и наконец, неизвестно когда, наверняка будет, будем надеяться, и пятый релиз 120 месяцев наблюдений, в среднем 140 транзитов, но по-видимому обработка много времени займет. Ну и так, вот история релизов. Первый релиз появился в 2016 году и он основан на изучении звезд общим с каталогом Тихо-2. Это 2 миллиона 100 тысяч звезд, которые наблюдались как вспомогательные звезды проекта Кипаркас с достаточно точными на те времена координатами. И вот по разности координат 2000 года и 1992 года и 2016 года, найдены собственные движения звезд, параллаксов никаких практически не было, но по крайней мере это было что-то и все люди сразу же бросились использовать эти данные. Первый же каталог собственных наблюдений, только сделанных с помощью самой обсерватории Гайя, появился 25 апреля 2018 года. И вот в его основе лежали наблюдения 557 тысяч квазаров объектов, задающих реперную систему координат и всего 1,7 миллиарда объектов, из которых 1,33 миллиарда объектов имели пятипараметрическое астрометрическое решение. То есть это объекты с известными величинами, цветами, параллаксами, собственными движениями и точными координатами. Интересно отметить, что с самого начала работы по проекту Гайя архитекторы этого проекта решили сразу же дать всем желающим доступ к тому, что на данный момент известно. В отличие от Гепаркос. Гепаркос летал с 1989 по 1992 год. Первый каталог появился только в 1997 году. То есть спустя минимум 5 лет. И через 10 лет его переобработка. А здесь, пожалуйста, вот все заимели возможность 25 апреля познакомиться с первыми результатами Гайя. Но, конечно, надо отметить, что уже в течение первой же недели вышло огромное количество статей участников этого консорциума Гайя, или Гамма Гайя Тим, команды Гайя с интерпретацией этих наблюдений. Но что делать? Эти люди делают огромную работу, они имеют право первыми использовать те результаты, которые они получили. Неожиданно в декабре 2020 года появился ранний третий релиз, где уже чуть больше объектов, чуть больше объектов с хорошей астрометрией, вот из фотометрией. А в июне 2022 года появился полный уже третий релиз, астрометрия которого, впрочем, совсем не отличалась от того, что в раннем релизе 2020 года, но зато были добавлены астрофизические параметры примерно 471 миллиона звезд. Надо сказать, параметры достаточно паршивые, но тем не менее статистика, она, как говорится, может помочь во всем, хотя бы за счет статистики. То есть к третьему предварительному релизу была добавлена хорошая астрофизика, очень много данных о переменных звездах и так далее. Современное состояние проекта. На сайте Гайя каждый день добавляется информация о том, сколько чего сделано на данный момент. И вот когда я готовил эту лекцию, вот на на 8 марта, женский день, значит, вот что было известно. Расстояние спутника от Земли миллион 55, полтора миллиона километров, точка Лагранжа, нигде нибудь. Вот. Продолжительность миссии с 25 июля 2014 года, когда работать стал Гайя сам на себя и на основе своих собственных наработок. 3514 дней и почти 1700 дней это продление миссии. Вот 3500 всего, из них 1700 это то, на что создатели Гайя не рассчитывали. Считалось, что достаточно будет 5 лет, минимум 5 лет проработали, там проработал больше. Ну а дальше вот количество информации полученной за это время, 129 терабайт информации, количество транзитов через фокальную плоскость, 245 миллиардов аж, это всех транзитов, всех звезд. Число астрометрических измерений потрясает, это 2,5 триллиона измерений. Ну и так далее, и так далее. Интересная табличка, которая позволяет судить о том, сколько, сколько много данных получает этот спутник. Ну вот во всех статьях вот такая картинка публиковалась для третьего релиза, сколько положений звезд, сколько в белом свете, измерений в синем и в красном цвете, соответственно, столько же примерно измерений показателя цвета, что для нас самое важное измерений параллаксов и собственных движений звезд. Миллиард четыреста семьдесят примерно миллионов. Ну и очень много вне галактических источников. Это миллион шестьсот тысяч, квазары, как раз квазары, на которые привязывалась система отчета. Гайя открывает квазары и вот сейчас уже известно примерно почти семь миллионов кандидатов в квазары. Что считается квазаром? радионаблюдения, конечно, позволяют достаточно строго квазары отделить от других объектов. Гайя это делает на основе своих оптических наблюдений. Это объект, у которого собственное движение почти нулевое. Это объект, у которых параллакс почти нулевой, потому что он далекий объект. Это объект слабый, потому что все квазары далеко. И наконец этот объект не очень красный. До космологических расстояний Гайя, к сожалению, не доходит. А вообще известно, что квазары это объект с почти нулевым показателем цвета. И вот четыре таких критерия позволяют объект записать кандидатом в квазары и в дальнейшем его изучить. Если окажется, что действительно у него нулевой параллакс, нулевое собственное движение и так далее, то может быть он будет в дальнейшем использован для уточнения вот этой общей системы координат. В третьем релизе Гайя 10,5 миллионов переменных звезд, разных, разных совершенно типов. Общая структура данных и, как говорится, резюме того, что получено в рамках третьего релиза, вот можно найти в этой статье. Это коллаборация Гайя, в таких статях примерно от 420 до 460 соавторов. Вот, братская могила, но, конечно, не такая глубокая, как, скажем, у большого адронного коллайдера, да, где их тысячи таких вот людей занимаются. Вот это вот команда 400 с лишним человек, это те, кто организует эту работу. Описание всех этих каталогов доступно в целом ряде статей, таких эпохальных, на которые имеется много ссылок. Ну, в частности, вот самый большой интерес привлек к себе третий ранний предварительный релиз данных, который вышел в 20... Статья вышла в 21-м году, сам релиз 3-го декабря 20-го года, уже больше 2000 цитирований, потому что если ты используешь эти данные, принят их цитировать. Доступ ко всем каталогам Гайя лучше всего осуществлять через портал Страсбургского центра или его зеркала, и там очень много этих каталогов. Ну, в частности, вот третий релиз, это 355-й каталог в системе Визирь Страсбургского центра, и он состоит из 14-ти, из 14-ти каталогов разных, совсем разных, которые относятся к этому релизу. Стоит отметить, что один из спутников, один из спутников вот этого основного каталога Гайя содержит определение, оценки расстояния, сделанные Байесовскими, с помощью Байесовских алгоритмов, о чем я дальше буду говорить. он дает геометрические и фото геометрические расстояния примерно миллиарда 470 миллионов объектов. Ну, тут я забегаю вперед, должен сказать, что мы студентам всегда говорим, что параллакс это самый хороший способ определения расстояния. Известен параллакс в секундах, поделите на... возьмите обратную величину, получите расстояние. Нет, мы вас обманываем. Это справедливо, если параллакс измерен, грубо говоря, абсолютно точно, с очень низкой относительной погрешностью. Если параллакс обладает ошибкой, все, конечно, сильно не так. Вот, поэтому то, что те расстояния, которые приводятся в этих каталогах, это, грубо говоря, не тригонометрические расстояния, а это наивероятнейшее расстояние, вычисленные с учетом всех не только погрешностей параллакса, но и с учетом дополнительной априорной информации. Это очень сложная проблема и всегда надо об этом помнить, когда вы используете расстояние. В примечаниях к этим каталогам в Страсбургском центре указано, как надо ссылаться на эти каталоги. Ну, вот образец экрана, который выдает вот этот систему каталогов ГАЯ-DR3, вы видите, тут довольно много каталогов, если щелкнуть на каждый из них, то там обнаружится, что каждый из них сам по себе представляет некоторое семейство. Вот основной каталог ГАЯ, вот 355 ГАЯ-DR3, это астрометрический каталог, а дальше пошли каталоги с разными параметрами. Особое внимание, ну, я вот немножко скажу больше о каталоге, который содержит данные переменных звездных, в том числе разделенных по типам. Дело в том, что автоматическая классификация вот этих 10,5 миллионов объектов проведена на 24 класса переменности, хотя классов переменности на самом деле больше. Ну, и вот большой интерес, конечно, представляет каталог, например, для цифеид разных типов, каковых ГАЯ обнаружила 15 с лишним тысяч, и для них есть и кривые блеска, и кривые лучевых скоростей, и прочая фотометрическая информация. Ну, вот образец того, как надо благодарить автора ГАЯ за использование их данных. Умиляет то, что вы можете, если вы пишете статью в Атехе, то вы просто копипаст вставляете туда вот такой кусочек, и вы поблагодарили создателей этого каталога. Ну, вот в третьем каталоге примерно вот такая вот статистика. Я остановлюсь только вот на чем. Я уже сказал, что самый лучший классический способ это пятипараметрическое решение для астрометрии, включающие две координаты, два компонента собственного движения и тригонометрический параллакс. Увы, вот такое параметрическое решение, пятипараметрическое, сделано всего лишь менее чем для 600 миллионов объектов из миллиарда четырехсот семидесяти миллионов, а для других восьмисот восьмидесяти миллионов сделано так называемое шестипараметрическое решение. Казалось бы, шести вроде бы лучше, а нет, это хуже, чем пятипараметрическое, потому что это слабые объекты, у которых звездные величины и цвета известны гораздо хуже, чем у ярких объектов, и для того, чтобы провести все необходимые редукции, в том числе опирающиеся на априорное знание цвета или эффективной длины волны в излучении, добавлен сюда так называемый псевдоцвет, то есть цвет оцененный на основе астрометрических наблюдений. Вот, и миллион шестьсот тысяч квазаров, тридцать восемь на квадратный градус. Причем для миллиона двухсот тысяч квазаров пятипараметрическое решение, это наиболее надежные объекты, и четыреста миллионов это шестипараметрическое решение. Ну, что тут еще интересно? Затменных двойных много, наконец, получено. Люди боялись, что затменных систем будет мало, потому что скважность наблюдений Гайи, она очень такая, очень хитрая, за каждый объект мы не мониторируем, а случайно, в каком-то смысле случайно время наблюдаем. Тем не менее, миллионы затмена двойных звезд, мы с вами знаем, что затмена двойные, это исключительные объекты, позволяющие определять целый ряд параметров звезд, включая массы, радиусы и так далее. Лилит огромное количество, 270 с лишним тысяч, куда больше, чем цифиит. И, что очень важно, почти 34 миллиона звезд случайными скоростями. Это, конечно, звезды не самые слабые, примерно ярче 16-й звездной величины. Так вот, насчет псевдоцвета. Как я уже сказал, для того, чтобы провести правильную редукцию астрометрических наблюдений и определить все вот эти параметры, 5 параметров, нам надо заранее знать, какую функцию рассеяния точки надо использовать. С какими фотоцентрами? А для этого нужна эффективная длина волны или цвет звезды знать. И в этом плане, если вы пренебрегаете знаниями цвета, вы получите смещенную оценку и для параллакса, и для координат, и для собственного движения, что не есть хорошо. Вот. И в этом плане, понятное дело, что любой астрометрический прибор может выступать как спектрограф низкого разрешения, который реагирует на распределение энергии в спектре. Так вот, для выборки из 585 миллионов звезд, у которых колористическая информация была хорошая, для них PSF мы вычисляли на основе знаний о распределении энергии в спектре, получены классические 5-ти параметрические решения, которые мы считаем достаточно точными. А вот для остальных это слабые объекты, цвет у них не очень хороший, поэтому для них просто было решено использовать PSF рассчитанную для средней вот такой референтной частоты. Ну, одно и то же, что длина волны единичка на нем эффективна, соответственно, будет. Было использовано по умолчанию вот такие данные. А дальше делось вот что. Было 25 миллионов звезд, для которых вся обработка, вся редукция велась и без знания PSF, точнее, не без знания PSF, а проведен PSF для такой частоты и для частоты, которая соответствовала их распределение энергии спектре. И по разности полученных результатов соответственно приписывался некоторый псевдоцвет на основе вот таких вот калибровок тех звездам, у которых цвета не очень хорошие. Но надо сказать, что связь между псевдоцветом и эффективной длиной волны оказалась вот такой неплохой. Вот вы видите вот эту красную кривую и проходящую через нее тоненькую красную кривую. это почти равенство эффективной длины волны, полученной на основе реальных наблюдений, с псевдоцветом. И авторы вот этой вот идеи говорят, что в принципе это оно ничего. Но тем не менее всегда надо иметь, что псевдоцвет, что решение с шести параметрами оно немножко астрометрически хуже. Точнее так, можно ожидать, что оно немножко хуже. Так, астрофизические параметры. Видите, спектральная классификация довольно большого числа звезд, даже массы и возраст звезд оценены, но не очень надежно, надо, так сказать, об этом говорить. И не буду опять же останавливаться подробно. Транзитов объектов солнечной системы через ПЗС-матрицу. 23 миллиона. Много чего получено. Если смотреть, как распределены разные объекты по средней видимой величине в полосе G, мы получим вот такую штуку. Вот это распределение в логарифмическом масштабе разных типов измерений. Лучевые скорости от примерно 18 величины до 3-4, причем максимум находится где-то на 13 звездной величине. Дальше спадает. Понятно почему, потому что от слабых звезд в РВС получает отдельные кванты. И возникает вопрос, можем ли мы точно измерить всякие эти вещи. Квазары. Вот они, в основном слабые объекты у границы блеска. Максимально слабые объекты это объект 20 и 70 21 звездной величины. А вот это объекты, для которых просто координаты известны. Это из второго каталога релиза и третьего релиза данных. Насчет полноты. Авторы проекта считают, что эти два каталога последних полны для звезд в этом интервале звездных величин от 12 до 17. Понятно, почему неполнота есть на ярком конце. всегда астрометристы знают, что яркие звезды измерять так же противно и плохо, как и звезды слабые. Поэтому и здесь, и здесь значительная довольно-таки неполнота данных. Ну, теперь характерные ошибки. Ну, нас в первую очередь, конечно, интересуют ошибки параллакса и ошибки собственных движений. Очевидно, звезды разного блеска имеют разные ошибки определения. Причём, естественно, самые точные результаты получены для яркой группы звёзд ярче, чем 15-я звёздная величина. Вот мы видим параллаксы 20-30 микросекунд дуги. Предполагается, что к концу миссии точность возрастёт до 10 микросекунд дуги. Так что тут есть ещё о чём говорите. Но что можно сказать насчёт того, хороша такая точность или нет? Вот представьте себе, до каких расстояний мы видим звёзды, у которых относительные расстояния известны с точностью 10%, исходя из такой точности параллаксов. Очевидно, что параллакс у них должен быть 0,2 микросекунды, 0,2 миллисекунды дуги. И тогда при такой ошибке 0,0,2 они будут нам известны с точностью 10%. А 0,2 миллисекунды это 5 килопарсек. Значит, вот в области 5 килопарсек яркие звёзды нам известны с расстояниями лучше 10%. Не густо, но уже гораздо лучше, чем это было раньше. Ну и для слабых звёзд точность конечно радикально уменьшается. То же самое относится и к собственным движениям. Собственные движения измеряются в миллисекундах в секундах в год. Паралаксы просто в миллисекундах в секундах. Но поскольку измерение происходит на интервале порядка нескольких лет, то численно эти ошибки примерно одинаковы. Вот для ярких звёзд 20-30 микросекунд в год. Хорошая точность. Легко сообразить, что на расстоянии одного килопарсека мы сможем под таким собственным движением измерить скорость с точностью лучше одного километра в секунду. Одного километра в секунду. Тангенциальную скорость. И это даёт возможность нам создавать кинематические карты галактики, о чём я уже буду рассказывать наверное на следующем лекции. Точность фотометрии конечно очень высокая. в G-полосе поскольку G-величина измеряется путём прохождения по 9 матрицам последовательно а Bp и Rp по одной матрице точность фотометрии в G-полосе выше чем в других полосах. Ну вот например для ярких звёзд это 0,3 милливеличины 0,3 звёздной величины. Ну и по мере перехода к звёздам слабым она на порядок с лишним падает. Лучевые скорости вот так примерно выглядит карта построенная карта на которой нанесены области раскрашенные разным цветом с разной точностью лучевых скоростей. Ну и вот мы видим что от километров в секунду до примерно 6 километров в секунду и это конечно определяется тем сколько раз измерялась лучевая скорость. На этих картинках мы видим с какой точностью измеряется лучевая скорость для звёзд разного блеска в полосе G и для звёзд карликов с разными температурами понятное дело что чем холоднее звезда тем больше спектральных линий даже в таком очень коротком интервале длин волн поэтому в принципе мы будем звёзды поздних спектральных классов при прочих равных условиях измерять с более высокой точностью и вот для них кривая изменение точности со звёздной величиной она идёт ниже чем для звёзд более горячих вот здесь как точность зависит от металличности тоже понятно чем больше металлов тем больше спектральных линий тем точнее можно измерить лучевую скорость вот эти вот два эти две картинки показывают вот такой вот ход связанный с металличностью различиями металличности эту картинку я не буду показывать а вот это вот пожалуй покажу на этой картинке показано что уже достигнуто в смысле точности тригонометрических параллаксов и собственных движений в зависимости от звёздной величины в полосе же и какого увеличения точности можно ожидать значит мы конечно обращаем внимание на синюю линию это второй релиз гая на зелёную линию это третий релиз гая ну и мы видим что вот характерная точность порядка 20-30 микросекунд параллакса начиная где-то с 14-15 звёздной величины табличка я уже соответствующий показывал до каких пределов точность вырастет а это вот жёлтая и красная линии четвёртый и третий релиз предполагается что до 10 микросекунд дуги ну то же самое относится к точность собственных движений но поскольку собственные движения будут наблюдаться на протяжении десятка лет то возможно тут будет и точность 2-3 микросекунды дуги в год потому что если долго наблюдается звезда то точность собственных движений растёт быстрее чем точность тригонометрических параллаксов и вот как примерно связаны точности собственных движений с точностью параллаксов мы видим что в Гае ДР5 они где-то втрое в 3-4 раза будет превосходить по точности точность параллаксов судя по их ошибкам что плохо то что я говорил это хорошо а что плохо а плохо то что у нас есть систематическая ошибка параллаксов и эта ошибка систематическая была сначала обнаружена разумеется во втором релизе данных вышедшим в восемнадцатом году вот на этой картинке показано нормализованное определение 557 миллионов квазаров причем это квазары которые были не открыты Гае а взяты из проекта олвайз инфракрасного спутника вот и здесь вот эта картинка построена путем добавления к параллаксам 29 миллисекунд дуги и только тогда получилась вот такая симметричная картинка симметричная относительно нуля нормализованная в том смысле что каждый квазар обладает своей ошибкой своим средним значением параллакса все это было сведено к единичной дисперсии к нулевому среднему вот и это означает что вот такая вот ошибка систематическая то есть это поправка а систематическая ошибка соответственно минус 30 микросекунд дуги что это означает это означает что параллаксы расстояние вычленные по параллаксам будут всегда заниженными причины этого до сих пор пока неизвестны как можно проверить наличие систематики только если мы сравним тригнометрические параллаксы Гайя с расстояниями параллаксами полученными из других соображений например по звездным скоплениям у которых методом наложения теоретических изохрон можно оценить очень надежные фотометрические расстояния и вот целый ряд работ вышел где было показано что систематика достигает значения аж 80 миллисекунд это существенно выше чем случайная ошибка измерений параллакса ну как всегда могут быть виноваты квазары потому что некоторые квазары обладают релятивистскими джетами и еще неизвестно что наблюдал телескоп само ядро квазара или джет который движется с очень высокой скоростью часто сверхсветовой скоростью вот пожалуйста один из квазаров ОЖи 248 показывает вот такие релятивистские джеты то есть высокое большое собственное движение тоже похожа такая же ситуация была с Гепаркос когда из 608 квазаров на которых вначале основывалась система координат оставили только 240 для окончательного создания системы и ЦРФ и ЦРФ вот возможно что и они тут что этот эффект тут тоже занижен систематически вот эти все ошибки они очень плохи особенно нехороши для интерпретации всех этих данных вот так это что у нас еще раз об ошибках параллаксов вот вышла работа в 21 году это уже как раз к третьему релизу данных где рассматривались вот эти вот эффекты связанные с параллаксами более детально чем в работе чем во втором релизе Гая так вот оказалось что на самом деле систематика она разная в разных областях галактики более того она зависит от звездной величины и от цвета и от эклиптической широты что неудивительно впрочем потому что эклиптика здесь выделенная плоскость при проведении наблюдений так что можно констатировать что систематические ошибки являются зонально фотометрическими вот смотрите вот для миллиона для миллиона 600 тысяч квазаров определены средние значения система их параллаксов их параллаксов вычисленных в своей же собственной системе координат отчета в зависимости от звездной величины вот нуль это означает нулевой параллакс а вот две красных линии это медианное значение отклонения и среднее значение отклонения минус 17 и минус 21 микросекунда дуги это в зависимости от величины а вот так в зависимости от цвета ну или от эффективной длины волны вот тут справа показатели маленькие значит красные объекты а здесь соответственно более белые объекты только самые красные объекты вот около нуля а остальные все показывают систематический ход и наконец от эклиптической широты тоже есть определенный зависимость довольно сильно отклоняющийся от нуля то есть это зонально фотометрические ошибки и они довольно большие средняя поправка по всем объектам по всему небу минус 21 микросекунда ошибка поправка плюс 21 медианная плюс 17 поскольку природа этих ошибок неизвестна нам предлагают использовать палеотивный метод расчетов который сводится к тому что для звездной величины для эффективной длины волны и для эклиптической широты надо вычислять поправочку зависит от этих трех параметров вот по такой сложной формуле где для каждого из членов затабулированы эти все значения но слава богу гитлаб предлагает программу для питона которая все это делает за вас и дает возможность рассчитать поправку для пяти параметрического решения то есть самая хорошая астрометрия гайя и шести параметрического решения ну давайте посмотрим как эти поправки работают вот одна целая две десятых миллиона квазаров с пяти параметрическим решением то есть самые надежные данные вот что было а вот что стало желтые точки как это сказать не художник изобразил это отдельные квазары так вот они распределены их очень много миллион двести тысяч в основном это слабые объекты вот здесь их мало поэтому рассеяние ошибки тоже будет большим вот мы видим что более или менее вот эти формулы палеотивные выравнивают ситуацию дальше зависимости от эффективной длины волны от цвета вот что было а вот что стало для большинства квазаров вот они вот здесь более менее 0 получилось ну и наконец от эклиптической широты что было и что стало то есть удается все это дело выровнять если если взять 400 миллионов 400 тысяч оставшихся квазаров у которых шести параметрическое решение для них тоже придуманы вот такие сложные формулы палеотивного так сказать вычисления параллаксов но исправляются они уже заметно хуже ну и подзанавес значит я уже сказал что с 750 тысячами объектов обработочная программа встроенный процессор угая он борт процессор он справляется а вот когда объектов много плотность объектов высока уже увы не так хорошо и вот некоторыми авторами еще по каталогу по второму релизу и по третьему релизу была найдена вот такая вот вафельная структура поля параллаксов сначала в большом мадилановом облаке а потом и в плотных областях галактики что значит вафельная структура есть некоторый средний параллакс в этой области ну вот это градусы это градусы вы видите то есть тут площадь порядка 100 квадратных градусов есть средний параллакс есть превышение параллакс и уменьшение этого параллакса вот такая вот вафельная структура причем амплитуда плюс-минус 15-20 микросекунд дуги мало нет много достаточно ну и что настораживает настораживает то что характерный размер вот этих областей неоднородности под один квадратный градус а это примерно поле зрения гайя массив птс матрица гайя вот дает такую вещь в третьем релизе не так ярко выражен но тем не менее все это есть ну а вот пример того да ну тут понятно большой могилан в облако много звезд в малой области там плотность звезд на квадратный градус очень велика понятное дело что это должно быть в области балджа галактики там тоже много звезд а вот работа 21 года фордала с компанией вышла где они то же самое обнаружили на сравнительно больших галактических широтах это галактической системы координат вырезан диск галактики балдж и центральная область и вот в этой области мы тоже самое видим с характерным размером 1 квадратный градус амплитуда тоже порядка нескольких десятых десятков микросекунд дуги ну к сожалению у меня времени нет дальше я расскажу уже на следующем занятии вот в первую очередь начнем начнем мы с установление системы отсчета гая ц рф-3 который придет на смену уже пришла на смену системе которая задавалась 240 квазарами в рамках проекта гепаркс спасибо на этом если есть вопросы я с избыток информации хуже чем ее недостаток отсутствия вопросов для практики параллаксом ну параллакс надо исправлять если брать исходный каталог а если вам все-таки нужно нужно расстояние до звезды это есть вот два каталога сделанных байлер джонсом в сопровожде к дополнение к основному каталогу гая один из них от миллиард триста тридцать миллионов звезд с так называемым геометрическими расстояния дальше я просто будет показывать как это все делается вот а другой миллиард четыреста семьдесят миллионов фото геометрические расстояние вот если подойдешь я тебе просто покажу где это взять это не тригонометрические расстояния а это расстояние найденные байсовскими методами то есть на основе априорной информации звезды ну подходи отсюда нет вот эти вот картинки сделаны как раз на основе как каталога опубликованного поскольку природа непонятно то лучше оставить все как есть и пусть тебя ругают потому что хвалить можно за гораздо большие заслуги вот той группы которая занимается этим проектом а тут может быть что угодно ну во-первых все что связано с квазарами это может быть а еще нестабильности арктического тракта вот угол между зеркалами он хоть и мониторируется но все может быть и фокальная плоскость температурной нестабильности вроде даже обнаружили какую-то мониторинг за состоянием зеркала обнаружил какую-то зависимость от температуры то есть тут и аппаратные эффекты могут быть я думаю что в пятом релизе все таки все это будет как-то отслежено